Магадан Магадану присвоено звание «Города трудовой доблести». На Колыме в период с 1941 по 1945 годы добыли половину золота Советского Союза и в эксплуатацию ввели около 20 новых рудников. Всего за годы войны в Магаданской области было добыто 360 тонн золота, это около 90 тонн в год. Для сравнения, сейчас на Колыме в год рудники и шахты с самым современным оборудованием и новейшими технологиями добывают немногим более 40 тонн золота. И это, конечно, подвиг. Это колоссальный подвиг всего советского народа, тех людей, которые работали в Магадане. И, конечно, эти деньги, эта валюта, золото очень нужно было в стране для победы. Да, оборонная промышленность выпускала много военной техники, боеприпасов, но чего-то не хватало, и это нужно было покупать за золото. В Магаданской области добывали не только золото. 19 тысяч тонн оловянного концентрата было добыто на Колыме в годы Великой Отечественной войны. Ола вошла на изготовление боеприпасов и патронов для Красной Армии. Вечерний Магадан решил узнать у жителей областного центра, какие эмоции вызывает у них новый статус Магадана, как города трудовой доблести. Да, я горжусь этим городом. Я здесь живу всю свою жизнь, мне здесь нравится. Неплохой город. Возможно, Магадан даже можно назвать городом-героем, потому что сюда раньше ссылали людей. Ну и он делает очень много для страны, много добывают золота. Все, в общем, я думаю. Не скажу, что меня переполняют какие-то сейчас эмоции, но это здорово, это очень хорошо. Хорошие чувства, да. Хорошие чувства. У меня отец здесь, он был ручиком со Старом Небесным. Он полетал здесь с 71-го года. И вот полетал на 12-й, на 18-й. Город хороший. Ну, бывает иногда то, что у нас чего нету, что отсюда тяжело добраться до материка. А сейчас говорят, что строят железную дорогу, что к нам, ну не знаю, правда-неправда. Ну, думаю, что будет когда-то. Может, внуки уже будут ездить по железной дороге. Продолжение следует... Продолжение следует...